всем привет и добро пожаловать в город за тени монтенегро черногория я тут сейчас нахожусь в одном из парков и хочу прогуляться по городу поэтому показать вам он очень маленький на первый взгляд но тут оказывается целых 14 тысяч человек проживает парк такой вот уютненький тут есть банер с старинной фотографией написано что с новым 540 лет со дня основания город очень красивый и является туристическим местом даже я бы сказал еще точнее также еще является одной из столиц черногории да это странно вообще столица черногории подгорится и вот за тени может как-то это как сказать исторически связано но пока я не очень хорошо в этом разбираюсь конечно прогуляться будет интересно я здесь уже не в первый раз я приезжаю где-то около месяца полтора месяца назад я сделал здесь был впервые это была поздняя весна и здесь еще было прохладенько тут еще не было так зелено в парке здесь я был конечно было зелено здесь очень много хвойных деревьев растет а вот в городе куда мы сейчас отправимся там было не так зелено и и архитектура была намного ярче показано за счет открытого пространства сейчас намного больше распустилась деревьев листья и немного закрывает архитектуру но что-то я вам покажу есть много интересных мест вот сейчас мы идем в сторону я так понимаю монастыря 1 точно название пока не скажу покажу вам потрясающие виды сам город находится в таком горном котловане и и тут намного прохладней чем подгорица где я был откуда я сегодня приехал мы сейчас покидаем парк такое здание какое-то с интересными такими окнами защищенными а с той стороны через так сказать дорогу уже видно монастырь здесь есть такая еще и не знаю как назвать часовня что ли а сверху купола я когда сюда шел вот конкретно сюда вот эти вот купола они ну кто-то бил в клуб в купола и было слышно на весь город возможно каждый час здесь так сказать встречают новый час а снизу кстати у нас здесь автомобильная дорога проходит под городом не знаю где она там выходит но это интересно тут у нас площадь такая здесь есть художественный музей извиняюсь сейчас отвечу на звоночек и вернусь так извиняюсь сейчас я нахожусь все на той же площади здесь у нас музей искусства и напротив есть такой памятник иванова церновичу иванова церновичу сейчас у нас утро где-то около 10 или 11 утра пока еще народу не так много но уже вот видно как толпа туристов гуляет в той стороне у нас находится такой бульвар я на него вернусь вот конкретно вот в том месте где показала там сейчас очень много туристов там очень очень много всяких кафешек летних и они там сидят попивая чаи отдыхают там очень шумно и как бы смотреть на самом деле не на что поэтому мы это место сейчас обойдем пройдем через монастырь ну сам монастырь заходить к сожалению не будем а мимо пройдем и вернемся на тот самый бульвар кстати на ветру развивается флаг цитине прорвался сквозь толпу туристов и двигаюсь в сторону от монастыря выглядит он конечно интересно построен прям на склоне холма такой многоярусный с такими видами потрясающе когда никого рядом нету от этого гула очень красивое место прям как какой-то замок вот дальше мы сейчас пройдем на бульвар и посмотрим на сам цитине на его центр на его улочки и его жителей и и в первый раз когда я тут гулял я наткнулся на одно интересное место как мне кажется с какой-то мистической наверное историей но это не точно в общем есть тут такой вот вход в гору туда даже какая-то тропиночка ведет и оттуда прям очень-очень холодный прям воздух такой дует вот вот я вот на самом деле не знаю что это такое оно находится под замком очень интересное место и здесь никого никогда нету вот вот бы прогуляться там ну почему-то никого туда не пускают а ведь это было бы интересно а также здесь еще рядом есть мемориалы почему-то в таком полузаброшенном плачевном виде и с другой стороны тоже есть к нему сейчас подойду и вот еще один мемориал к которому даже подойти то нормально сложно когда здесь был весной тут еще не было этих зарослей тут вот такой вот мемориал ну а дальше я уже предлагаю вернуться в город тут уже и смотреть я не знаю на что вожу вас по своему маршруту так сказать первому вот может быть здесь конечно очень много других интересных исторических мест мемориалов но я не экскурсоват к сожалению пока что и еще не сильно разбираясь во всем мне просто очень интересно здесь гулять наблюдать смотреть знакомиться с культурой с архитектурой с городами с людьми вот иногда что-то узнаю что-то интересное но про цитине я пока мало чего знаю вот это вот интересно кстати вот дорога и здесь есть такая вот баскетбольная площадка к сожалению не в самом отличном состоянии но прямо на дороге для стритбола интересно то есть если ты играешь в мяч и он у тебя случайно улетает сюда на дорогу то берегись автомобиль ну вот дорога действующая вот мотоциклист едет ну кстати какие-то путешественники путешественники да очень много здесь как бы даже не то что очень много язык очень похож на русский язык но пишется латиницей вот как раз сейчас колокола если будет слышно это по-моему с той самой часовни это по-моему с той самой улице для обычных как бы сказать для жителей города тут обычные автомобили обычные прохожие а за вот этими домиками как раз у нас находится бульвар на который мы едем не встречает такая вот полоска и тут же у нас еще есть вот такая вот даже не знаю как назвать тоже какой-то мемориал но это уже наверное что-то из искусства хотя возможно тоже мемориал да вот наш бульвар полностью пешеходная улица в ту сторону у нас идут туристические магазинчики туристические кафешки всякие а с этой стороны у нас более-менее такое тихое спокойное место с очень старыми красивыми домами и их архитектурой статуи как же здорово что все это сохранилось даже маску и держит в руке да самое потрясающее что может произойти это строительные работы в туристическом месте причем шумные громкие пыльные посреди бела дня вот схожу снимаю блин вам про город и здесь такой шум тут кстати видно что некоторые люди почему-то гладят ее по пальцам он оттерт немножечко ну так же можно присесть рядом и сфотографироваться на память фу пыльно да можно заметить что этот бульварчик пересекается автомобильной дорогой но это ничего тут на самом деле очень такой спокойный трафик я вот не знаю написано что 14 тысяч людей проживает но так выглядит как будто здесь в два раза меньше вот вот и еще можно видеть как распустились деревья когда я здесь был предыдущий раз весной тут еще деревья были голые очень мало листовы было и очень хорошо можно было разглядеть дома их старинную архитектуру и сейчас это довольно сложно вот допустим есть один из самых интересных наверное домов которых я повстречал здесь вот на самом деле я не знаю что это за здание такое но оно очень интересно украшено вот такой вот мазайкой и смотрите какие у них ставни мне кажется они металлические здесь я так понимаю должно быть описание но к сожалению его нету а вот напротив домик 1930 год я так понимаю на самом верху не знаю жилой ли он или административный но выглядит он классно очень старый дом очень старый дом веевич веевич хаус не знаю вуевич или как произнести произнести но дома здесь прямо очень красивые а здесь по соседству с ним находится дом культуры точнее даже не дом культуры а министерство культуры и еще чего-то медиа по-моему тоже очень красивое здание да это министерство культуры и медиа с красной ковровой дорожкой очень красивые дома прям блин безумие какое-то здесь тоже есть какое-то старое здание конечно выглядит оно очень плачевно но блин это круто выглядит как полу заброшенное кстати и написано кто тут жил вот вот дальше у нас не менее интересное здание идет это черногорский банк здание очень старое с такими ставнями деревянными также здесь еще вот вывески что есть музей и м и и и напротив есть министерство культуры опять же реально находишься здесь как просто в современном прошлом очень красиво на этом бульварчик заканчивается сейчас вам могу показать университет куда я хочу поступить это вот факультет университета находится он прямо на окраине города и вот такой это не ловит находится прямо в горах я был сегодня как раз там и был в кабинете у которого окна выходят прямо в гору то есть у человека потрясающий вид на скалу то есть у него прям камень в окно вот торчит и все там нет ничего не видно кроме как кроме как просто камень огромного камня и все я очень порадовался за человек который сидит таком кабинете но что есть то есть по моему это очень необычно идем через дорогу так посмотрите на эту архитектуру красота с погодом ты царнал к сожалению шкодная улица заканчивается здесь дальше мы будем ходить уже по тротуару который усилен такими вот летними кафешками ну тут тоже немало интересных старинных зданий кстати да открытые автомобили это нормально тут очень часто можно встретить автомобиль с открытыми дверями открытыми окна здесь по-моему лавочка художника с интересными картинами такие вот интересные здания да я могу сказать что город изменился с моего как сказать первого визита сюда когда я здесь был здесь было намного меньше народа сейчас здесь более туристическое время тут намного больше машин людей приезжают отдохнуть посмотреть какие-то исторические тоже здания в прошлый раз здесь вообще автомобили не было я тоже снимал фотографировал и я был удивлен но у меня с того времени как бы и осталось такое мнение что город совсем не на 14 тысяч человек тут практически вообще не было автомобилей но я подозреваю что это турист турист приехали тогда здесь было намного меньше намного меньше прям пустые улицы были ходили только местные не было таких кафешек летних да и в кафешках также никого не было там два-три человека по всему местному а сейчас как-то уже более живо здесь стало это уже осовремененное здание рядом такое вот интересное вот так же здесь есть такая массивная ливня очка я прочитал что цитине является одним из самым одним из самых дождливых городов европы ну как видите дождя нету и честно сказать когда я здесь был полтора месяца назад позже я сюда приезжал здесь не было дождей как бы даже можно видеть что ливневки они сухие вот и блин ну не знаю я бы поспорил дождей не наблюдается но опять же заметно тихо и красиво пахнет кстати какими-то цветами честно не знаю может цветет да 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 я вижу что деревья тут к сожалению наверно на камере не будет заметно но какие-то цветочки есть кстати заброшенный автомобиль уже паутинный порос чей-то хендайчик кстати говоря вот у парковки тут обустроена так что типа не заасфальтированы а вот такие вот соты в которых земля и оттуда растет трава вот например вот так везде я ну куда не приеду в Белгороде в Сербии в Подгорице везде в Тене такие вот парковки кстати смарты тут очень сильно любят смарты причем это как бы неважно кем ты там работаешь в банке или ты фит тренер какой-нибудь бодибилдер или еще кто все равно берут себе смарты свернем на мини туристическую тропу и тут же встретим вот такую вот интересную штуку это какая-то мобильная лесопилка такую встретить просто офигеть я не думаю что она рабочая она вся проживевшая конечно и почему она здесь стоит непонятно так такая интересная вещица а дальше идет уже обыкновенный город вот люди живут потрясающе опять же автомобили с открытыми окнами у кого-то открыты двери на распашку и никого рядом как бы уровень доверия да превосходит некоторые места на земле что-то старинное паутины порослов такие вот деревья и просто волшебный демик весь цветах и пес привет пес красота какая кстати то ли дрова то ли что неужели здесь такое отопление кстати объявление о бесплатном не знаю доставки дров что ли старым особым и 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 Сказочный городочек. Сказочный городочек. Как это сказать? Как это сказать-то? Как пояс его обхватили сейчас. И уже упираемся в горную степь. Там, где я показывал университет, там у нас горная степь. Ну, как сказать, с одной стороны и здесь уже с другой стороны. То есть, вот можно сказать, весь город, его, ну, не длину, а толщину. Как сосиска такой, вытянутый. Но почему я сюда решил пройти? Это потому, что здесь как раз находятся вот эти горные массивы. Невероятно. Бесподобно красивые улицы. И все это в горах. Офигенно. Здесь, кстати, уже и начинается частный сектор. Тут у нас уже живут местные. Местное население. Таких вот уютных, маленьких домиков. И уже такое менее туристическое место. Тут у нас уже более такая тихая, спокойная жизнь. Провинциального города. Опять же. Когда в первый раз сюда приезжал, я здесь как раз жил. То ли пару, то ли три ночи. Как раз вот в этом частном секторе снимал апартаменты. Ну, скорее всего, как объяснить, снимал часть жилплощади. Кстати, какой автомобиль. Рено. Старенький. Так вот люди живут с фонтанами. Кто-то на стареньком рену, кто-то с фонтаном. Но это все равно потрясающе красиво. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Судя по этим крохотным балкончикам... Продолжение следует... Вот в таком вот... С таким крохотным балкончиком... Зато вот с таким... Потрясающим видом... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут, кстати... Дрова опять... И вот такой старенький Peugeot... Тоже... Забытый... Каждый день... Смотрят на вот эту красоту... Сейчас возвращаюсь уже... Ближе к центру... Потому что мой маршрут... Не особо был спланирован... Вот... В принципе... Показал вам... Город... Его... Ну и показывает до сих пор... Показал город... Туристический... Центр... И показал вам... Как... Живут... Местные люди... Вот... Конечно... Местные люди... Вот... Наслаждаются... Своей вот этой вот... Красотой... Природы... А туристам оставили только... Походить по этому... По центру... Не знаю... Я думаю... Лучше вот... Как я... Приехать здесь... Походить... Посмотреть... Поизучать... Как-то... Намного интереснее... Чем тебе... Конечно... Да... Тебя сводят... Покажут там... На экскурсии куда-нибудь... Покажут как... Короли... Жили... Но блин... Посмотреть на жизнь... Людей... Причем... Я так понимаю... Здесь... Еще остались... Старинные дома... Вот этот вот... Очень интересный... Домик... Эээ... У него... Очень острый... Угол... Он... Не как... Эээ... Как сказать... Эээ... Не как... Параллелограмм... Параллелограмм... Построен... А... Какой-то ромб... Очень интересный... Вот... Кто покажет людям это... Если самому не прогуляться... Кто об этом узнает... А ведь это очень красиво и интересно... Блин... Конечно... Туристические... Ооо... Смотрите... Вот это встреча, да? Смотрите... Вот так вот... Идешь под Сатинею... Тут классика... Отечественная... Хотя... Ладно... Что я вам... Тут много... Ниф... Можно встретить... Ох ты... Байкер... Интересно... Они тоже путешествуют... Или это местные... Местный клуб... Не знаю... Тоже смешно... Они орино... Еще и прокачанная... Блин... Ну и там... Типа фары какие-то... Красивые... Оп... А тут у нас... Спортивный комплекс... Здесь... Площадка... Поле... Для футбола... И... За ним... Строится... Насколько я понимаю... Новая... Какая-то... То ли... Арена какая-то... То ли что... Прямо вот... У самого... Здания... Обклеены... Знаете... Типа... Строительным... Скотчем... Окна... Типа... Он не функционирует... Но... Выглядит он уже... Довольно... Построенным... Вот она... Местная жизнь... В горах... Вот впереди... Можно уже увидеть... Такое... Здание... С огромной крышей... Которое... Разобрано... Такой... Как бы... Треугольник... За ним... Находится... Уже... Автобусная станция... Куда у них... В принципе... И... Нужно будет... В скором времени идти... Можно сказать... Вот эта вот дорога... Она... Въездная... По ней... Сюда... Въезжает... Въезжают... Автобусы... Поворачивают... Вот сюда... В сторону стадиона... И... Заезжает на автобусную станцию... Это... Въездная дорога в город... Причем... Как бы... Город начинается довольно резко... Реально... Вот... Ты едешь... В горах... В этих скалах... По туннелям... Там... Между... То есть... Дорогой... Точнее... Дорога... Между... Двух таких... Массивных... Скал... И... Поворот... И ты уже здесь... В цитине... Поэтому... Можно даже проспать свою остановку... Ну... Кстати... Тоже какой-то старенький трактор... И... На фоне... Супермаркет... Очень хороший супермаркет воли... Я тут закупался когда-то... Темнее и сейчас... Точнее... Попозже... Вернусь сюда... В небо купить водички... Ну... Вот видите... Фонарные столбы лежат... Будут готовить их... К установке... И опять строительные работы... Вот он... Стадион... Я вот не знаю... Что это будет на самом деле... Но выглядит как какая-то арена... Или стадион... Потому что наверное... Одно и то же... Какой у него... Небольшой ковшик... Подозреваю... Это... То ли для коммуникаций... Что это... Ливневки... Делают... Точно не уверен... Не разбираюсь... Какое-то здесь пространство... Виды просто потрясающие... Куда ни глянь... Я... Прям... Ну... Понимаю... Что на камере... Точнее... На мониторе... Это будет... Один вид... Но когда ты идешь вживую... Видишь... Весь этот объем... У тебя как бы... Ощущения прям... Не знаю... Фантастические... Можно немного увидеть... Что куда... Музей... Церкви... Монастырь... И... Мусульманский... Иджилл... Игл... Игл... Ихил... Ну... Туристическая информация... Паркинг... Все у нас... По правую сторону... Кипит жизнь... Работает... Люди... А вот... В ту сторону... У нас... Находится... Автобусная станция... Музыка... Вот... Она уже выглядывает... Из деревьев... тоже какое-то здание я возле него проходил и там натянута сетка не показалось что это какой-то типа спортзал ну то есть внутри я такое часто видел спортзала в школах здесь это такое старинное здание она довольно длинная и там везде сетка натянута не знаю что это а вот и сам автовокзал автобус к станции за тени приезжих встречает вот такой вот орел ну кстати очередной автобус с туристами приехал и Продолжение следует... 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 русский факультет изобразительного искусства двадцатого века красивое здание я по ошибке сюда в первый раз приехал поступать а сейчас это давно уже не то а приехал я сюда именно конкретно к этому зданию только потому что google карты мне показали что здесь факультет ну да изящник искусств все такое ну блин это оказался не тот университет который мне нужен тот который мне нужен я уже вам показал это суд в черногории вот а впереди у нас опять туристическая тропа впереди где я стоит автомобиль с аварийкой там уже начинается наш тот самый бульвар и опять же вот этот бульвар да где все тусуется не знаю 20-30 метров отойди и сейчас я вам покажу просто туристическая тропа она вот прямо за этим зданием за этим желтым зданием она начинается там уже начинается площадь а за этим зданием куда мы сейчас идем находится такое интересное место насколько я помню я сюда приходил в первый раз искал университет это что-то связано с студентами какой-то студенческий то ли общежитие то ли что-то такое и здесь можно встретить вот такие вот как бы искусство которое просто никому никогда не показывается вот опять же никого нету вы посмотрите но здесь зато есть огромный велосипед просто гигантский велосипед с квадратными задними колесами офигеть никому до этого дела нет но ведь это кайф никого сюда не вводит никаких толп офигеть ну что это какие-то я не знаю работы студентов на защиту или еще что-то типа того и они здесь это как бы выставили на раз память но блин вот вот туристы приехали на парше вот куча автомобилей это все туристы и никто из них не зашел за ау зау вот этого здания никому не интересно было все вот идут вот он бульвар все вот они все ходят я думаю они очень много выпускают это все пожалуйста мы на бульваре вот и здание вот тот самый парк из которого мы с вами вышли вот кстати когда я здесь был в последний раз не в первый раз еще в последний раз опять же здесь играла живая музыка я так понимаю здесь то ли музыкальная школа то ли просто кому-то нравится играть это рояль это рояль вот не будем людям мешать не очень хорошо слышно из-за того что кто-то рядом здесь убирает 9 что ли эти ветки ветки но вот и вход и снова погружаемся в тишину такой вот мы с вами круг дали по городу цене посмотрели на его туристическую на его историческую на его провинциальную жизнь и наверно будем заканчивать на этом я прям всем советую если у вас будет возможность если вы вдруг будете в монтенегро будете ехать на море или будете просто в подгорицы но здесь совсем недалеко билет три с половиной евро на данный момент и вы ну можете сюда приехать в любое время автобусы ходят часто с самого раннего утра где-то с семи утра автобусы сюда выходят и уехать отсюда можно в девять часов вечера даже в десять отсюда уезжают автобусы поэтому на один день на целый день можно сюда приехать просто потрясающе за потрясающими эмоциями посмотреть на что-то классное и уединиться вот именно в этом городе да это ты находишься в анклаве ты как бы отсоединяешься просто от остального мира всего и находишься вот в таком вот невероятно красивом городе рад был вам все это показать рассказать что я знаю а я можно сказать ничего не знаю рад был познакомить вас с этим потрясающим городом вот наверное до встречи впереди у меня еще куча мест еще сербия еще подгорица но подгорица я не успею уже поснимать к сожалению я опять же завтра уезжаю почему так происходит потому что ну приезжаю я сейчас так сказать по делам я пытаюсь поступить в университет подгорица подгорица точнее не подгорица а в монтенегро и занимаюсь прежде всего этими делами вот и поэтому зачастую у меня либо не остается вообще времени что-то поснимать либо остается вот такой последний предпоследний день когда я могу заняться именно видео для канала поэтому не теряйте у меня и так уже накопилось кучу материалов которые еще хотел бы вам рассказать и показать поэтому все у нас впереди все покажу все расскажу что знаю всем удачи и до встречи